Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Дриммер Анастасия. На своем канале я рассказываю о вдохновении фотографии и моде. Если тебе тоже интересны эти темы, то обязательно подписывайся. И сегодня в этом мини-влоге я буду показывать, как я собираю чемодан в Корею. Я очень рада этому путешествию. Я всегда стараюсь, насколько это возможно, освещать свои путешествия в блоге, потому что мне кажется, что они неотъемлемо связаны с моим творчеством, так как чаще всего в поездках я также делаю различные автопортреты, съемки, все, что успеваю сделать. И в этот раз я тоже это все планирую. Посмотрим, насколько все получится. И я решила также вам показать, как я собираю вещи, потому что я подумала, что это может быть полезно тем, кто тоже куда-нибудь собирается и, возможно, возьмет мой опыт для того, чтобы собрать удобный чемодан. Обычно, когда я собираю чемодан, я двигаюсь планомерно по квартире, а именно, например, сначала ванна, я смотрю, что оттуда нужно взять, потом другие комнаты, и в каждой я смотрю просто, что здесь мне нужно. И так я собираю свои вещи. В этот раз для того, чтобы вещи было удобно разместить в чемодане, я приобрела набор для путешествий. Это такой набор, который включает в себя разные сумки, в которые можно складывать свои вещи, и таким образом у вас пространство в чемодане будет организовано. Этот набор состоит из вот таких разнообразных сумок, они разного размера. То есть, например, вот такая сумка, такая, такая, в общем, разные. Одну сумку я уже упаковала, здесь будет аптечка. Я взяла самое необходимое. Пожалуйста, никогда не забывайте аптечку в путешествии. Это, правда, очень важно. И обычно в путешествиях с нами всегда что-то происходит. Чтобы никакие моменты не омрачали ваш отдых, обязательно собирайте все необходимое при совершенно разных ситуациях, с которыми вы можете столкнуться. Следующее, что не забывайте, это документы. Все обязательно складывайте по папкам. Ну и следующее, это различная уходовая косметика. В наборе есть классная косметичка, которая к тому же еще и с крючком. Можно так вот куда-нибудь повесить. Ну и здесь я сложу сейчас всю необходимую косметику. Обычно всегда в путешествии я покупаю какой-нибудь мини-набор, который объединяет в себе все ступени ухода, которые мне нужны. Я могу купить от совершенно разного бренда. Просто в этот раз купила вот такой от Samba.me. И здесь есть все, что нужно. Это умывалка, тонер, сыворотка, крем для лица. Единственное, тут нет чем смывать макияж, но это я беру обычно отдельно. И могу, например, свой гидрофильный бальзам переложить в коробочку поменьше. У меня есть набор с маленькими баночками. Тоже очень удобная штука в поездке. И уже эту баночку взять с собой. Также беру пробники, которые мне когда-либо давали, потому что обычно я ими не пользуюсь. Но в поездке всегда можно взять с собой, потому что это удобно. И использовать, попробовать. Также я обязательно возьму SPF для лица. Тоже нужно его не забыть. И возьму еще SPF для тела. Потому что я всегда его наношу на все участки моего тела. Даже если пасмурно, даже если кажется, что солнца нет. У меня был опыт, когда не было солнца, и я сгорела. И это самый такой, знаете, простой, недорогой, который я зашла там в аптеку, взяла. И он оказался достаточно неплохой. Вот так он выглядит. Здесь, видимо, какие-то увлажняющие компоненты есть, потому что его приятно наносить. Гиалуроновая кислота. Надеюсь, что это правда так. И пахнет он очень вкусно. Единственный минус, то, что вы можете оставить следы на вашей одежде. Нужно быть очень осторожным, если вы тоже так используете SPF-крема на постоянной основе. Ну и также я обязательно беру шампунь. Я нашла свой любимый шампунь в более таком маленьком формате. Очень удобно его взять будет с собой. Также я еще возьму кондиционер и возьму маску. Потому что у меня очень сухие волосы. И я просто свою любимую маску перелью в меньшие баночки тоже. Я сейчас как раз этим займусь и разложу все. Суходовая косметика. Вроде как я разобралась. Все перелила, все разложила. Теперь дело за декоративной косметикой. Возьму свою косметичку какую-нибудь. Туда все сложу. На самом деле декоративную косметику я не беру в большом количестве с собой. Обычно. Думаю, что возьму по минимуму именно вот самое необходимое. Там, не знаю, консилие, тушь. И туда же, наверное, сложу штуки для волос. Ну, всякие там заколки. Если буду какие-то использовать. Хотя тоже это, я думаю, будет по минимуму. И далее соберем самое интересное. Это одежда. Самое сложное для меня всегда остается гардероб. Потому что хочется в то же время подобрать что-то удобное. При этом хочется, чтобы подходило под настроение той страны, куда отправляешься. Обычно я так делаю. То есть я думаю, как я хочу выглядеть в этой стране. Какое настроение и так далее. И сейчас я по порядку просмотрю свой гардероб. И буду выкладывать то, что мне нравится. То, что я либо хочу надеть в ближайшее время. Либо подходит под настроение Кореи. При этом эти вещи должны между собой хорошо сочетаться. Потому что невозможно взять большое количество вещей. Также нужно ориентироваться на погоду. Будет очень жарко. Поэтому, скорее всего, это будет какая-то легкая одежда. Если говорить о корейском стиле, то это примерно вот такие образы. И поэтому я буду опираться на более такие монохромные образы. Меньше цвета, наверное. Больше какие-то натуральные цвета. Либо приглушенные. Когда собираю чемоданы, сразу определяю, что я надену в аэропорт. Смотрю погоду на этот день. В городе откуда вылетаю и куда лечу. Для того, чтобы не было мне ни жарко, ни холодно. И обязательно с собой беру большую сумку. Потому что много всяких вещей хочется сложить. Вот в этот раз возьму вот эту. Еще я хочу взять с собой купальник. Не знаю, получится ли у меня поплавать там. Но я приобрела вот такой вот купальник. Закрытый, специальный, чтобы защищаться от солнца. Мне кажется, что такой купальник можно носить и для всяких активностей спортивных. Очень удобно. В общем, я его возьму, а там посмотрим, получится уже или нет. Еще очень важно не забыть про головные уборы. Обязательно беру с собой панамку. И вот такую еще кепку возьму. И тогда мне точно будет не страшно солнце. Субтитры сделал DimaTorzok Уже почти все собрала. Остались сумки, обувь. И вот еще взяла аксессуары. Здесь в наборе есть такой мешочек. Я не верю, что я закончила. Все вещи я собрала. На самом деле мне очень понравились органайзеры. Это очень удобно. И ты можешь сразу рассортировать вещи по категориям. Так что, если кто-нибудь отправляетесь, то берите на заметку. Из обуви решила брать только одни босоножки. Так как поеду в кроссовках, у меня будет две пары обуви. Мне этого вполне хватит. Скорее всего, это видео я, скорее всего, это видео опубликую уже после путешествия. Так как не будет времени смонтировать. Поэтому, скорее всего, увидите вы его намного позже. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Если вы отправляетесь в путешествие, то желаю вам ярких впечатлений. Всем остальным желаю вдохновения. Всех целую, всем пока. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok